так внимание друзья очередная съемка очередное путешествие по саду с очень интересной и важной информацией назвать ее этот фильм можно было бы знаете как а что у вас ребята в рюкзаках вот я получаю письма я получаю звонки многие вырастили мои 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 по двое огромном количестве теперь подавать черенки с одной стороны садоводство в стране сокращается как шагреневая кожа другой стороны держатся на плаву только те мои сторонники мои ученики мои друзья вот сегодня у нас 17 октября сегодня ночью было минус 7 бочках лед и какие-то итоги можно подводить потому что я ждал листопада лист падает и теперь я могу сказать ребята вот это вот будет вот этого не будет первый год такой есть особенности за которыми я следю слежу таким образом значит если есть ненастья деревья прекращает рост и закладывают максимальное количество плодовых веток с этой точки зрения мы будем смотреть а кого-то обрадую скажу вот абрикосы практически все сорта есть а вот со сливами хуже с грушами хуже и вот это все я хочу рассказать поехали вот смотрите видите еще прошлом году здесь было немеряное количество веток я их резал 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 тут есть вот так вот приглядеться смотрите смотрите я вам часто буду показывать синие синие пенечки синие пенечки это и есть замазка масляной краской вот и это должно было дать мне черенки вам я вам продавал и получилось следующее наступило лето пять месяцев четыре пять месяцев непрерывно пару дождей жалких не счет дикой невероятной засухи и случилось то самое посмотрим теперь вверх вы видите вместо приростов хотя вон и видно где я резал должны были быть просто вот а получилось так что вместо них закладка огромного количества цветочек почек заметили вот на торцах это вместо приростов годовалых то есть последнего года вот вот вам и я оставить без заработка а вы без шикарнейший сливы под названием чернослив я бы уже давно присвоил чернослив железов назвал как-то неловко называя просто чернослив смотрите вот еще веточку нашел прирост все-таки нашел одну все что ли да все наверное везде и всюду вы видите на кончиках веток цветы вот вам минус и так чернослива мне еще сидите на слив ну дойдем ли до него сегодня а там он моложе и тут бы я делю все деревья на старшее поколение которое практически просто не дает но это никакой старшая его где-то примерно 15 лет кстати обратите внимание никогда ничего не делать не шелушите не отрывайте не это не обдирайте ничего сколько я говорю не верьте этим людям невежим диким который заставляет вас убивать деревья вот нормальный процесс самый нормальный вот таким образом деревья и расширяется а то придумали наносите длинные метр-два раны по продольные чтоб коралл лопнула без вас лопнет но это я отвлекся как всегда корнесобственная слева китайка красно-желтая на ней тоже нет просто у меня покупают нет есть маленько можно будет вот маленько совсем маленько несколько ветчих срезать можно будет видеть и вот они вот они вот почему хоть она корнесобственная но не очень вкусно и достаточно крупная ее можно даже черенкованием то есть прививками размножать ну давайте посмотрим сюда абрикос серафим так но есть просто есть раз два три четыре пять это и все что ли ну здесь шесть семь ой 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 как мало но я на абрикосы не страдаю у меня несколько серафимов я просто показываю чем старше дерево тем меньше на них прироста вот хотя я его предварительно обрезку делал для создать этих просто и все равно дикая жара привела к потому что вот до самых верхушек цветочной почки видели ну вот полюбовались на абрикос серафим и надо разводить руками это мультимое дерево здесь три сорта главный из них евразия 21 затем сувенир востока и желтая луча и нигде нет просто не получите от меня евразия 21 в этом году есть еще одно дерево помоложе но я не так скажу не то что не получите с этого дерева вы не получите ни одного черенка а помните какие плоды были я тут часто собирал их уже земли вот ну что я скажу вот что я скажу ой уже боюсь говорить тоже ни одного прироста нету вот идем дальше ну с абрикосами полегче вот эта ветка прививка скелетная это у меня совсем немножко даст веточек но зато это 100 граммовая АК9 ладно давайте чтобы ничего не пропускать молодая посадка вот такой он вырос вот вот это Петр Великий вот эту веточку я отрежу кому-то продам вот или кто-то уже кажется заплатил за нее пусть напомнит вот это Петр Великий ну куда нам податься вот когда-то когда-то сделали бы кардинальную обрезку это королевский я его резал, 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 резал он начал погибать смотрите видите тогда мы сделали Сергеем кардинальную обрезку и после этого мы имеем приросты вот они верхней части королевская и прошу не путать вот эти две ветки они с самого низу вот они находятся на границе там где место прививки одна точно на границе вторая чуть выше ну и так сложилось что вот эти молодые приросты они еще не плодоносили значит вот эти красивые ветки вот эти вот они уже с цветами я продавать не буду я буду ждать еще год потому что особое мое любимое занятие это изучение химер совершенно не следованные наукой абсолютно вот кроме того что она приговорена ах химера атул его на этом все научное познание заканчивается ну а с верхней части да вот это королевские это веточки поедут поедут к вам вот давайте пойдем сюда чтобы как раз ничего не пропускать мы цель наша посмотреть вот получили от меня черенки вот два дерева к сожалению то которое слева это гигант подмосковья опять же из этой дичайшей засухи он не дал практически приростом на прививку но я тут немножко вот смотрите когда то видите я брал всю веточку она выбросила раз два три веточки что это все а нет вот еще такая же история вот она отрезана была и выбросила веточки раз два три уже шесть а вы знаете это почти все если не вылететь чернобаев останьтесь без гиганта подмосковья без целькова это чудо это это невероятное по размерам по вкусу плоды это федевр это сверх груши я так называю а вот это более мне привычное это молодое дерево ну относительно молодое нарядные филы те самые красные груши золотая медаль на какой-то международной выставке чем до сих пор гордится наша наука раз называется нарядные филы значит это сорт академика и филы посмотрите сколько приростов здесь нам просто с вами повезло повезло как еще раньше я брал с ветки брал 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 вот тот же принцип смотрите вот сейчас покажу видите синие синеется вот сразу обросла вот такими прекрасными приростами да и здесь ну и так далее вот но случилось страшное я столько с нее срезал что раз два три четыре ветки просто начали умирать тогда я упредил события и отрезал отпилил все четыре с чего я добился я добился того что нижние ветки выбросили вот эти побеги давайте любоваться вот они то есть допустим пень ниже пошла вот отсюда пошла 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 посмотрите вот эти ветки ваши нарядные фирмы я они полковат все вот все Продолжение следует...